В зоопитомнике, несмотря на ноябрь, уже царит атмосфера новогодних праздников. Пушистая серебристая шерсть северных оленей блестит на солнце, как мишура. Годовалая снежинка и трехлетний самец резвый приехали в Забайкалье из Новосибирска. Совсем скоро в питомнике откроется резиденция Деда Мороза, а эта парочка будет создавать соответствующий сказочный антураж. Планы на будущее у оленей смелые. Помимо работы у Деда Мороза, они создадут семью и дождутся оленят. Новая жилплощадь, кстати, оленей вполне устроила, а все благодаря их удобной обуви. Летом у них подошва копыт губчатая, то есть под мягкую землю. Зимой она затягивается и оголяя края копыт, что позволяет им копать мох из-под снега как раз, и чтобы не было скольжения. Снежинка и резвые отношения еще не узаконили, и потому живут раздельно. В соседях у мальчика только куры и кролики. Даже поговорить не с кем. Жильцы девчачьего вольера – косуляты, зюбрятые козочки. Они каждый день устраивают веселье. Сергей Мирошников работает в питомнике давно. Некоторых зверей с пеленок выкармливал из соски. С оленями сразу подружился, жалуется только на их шкодливость. Да как-то я особо не могу выделить их от копытных. Они вот все вместе играют, у них вечером какое-то время наступает, они начинают скакать. Особого меню для северных оленей нет. Единственное, без чего слуги Деда Мороза не могут и дня прожить – это ягель – ароматный лесной мох. Главное лакомство северных оленей – мох сотрудники питомника сами собирали в конце сентября. И вот сейчас попробуем, как же они его едят. Точные сроки открытия резиденции Деда Мороза пока неизвестны. Ясно только, что бородатый волшебник будет отвечать на письма, лично беседовать со своими гостями и точно никого не отпустит без подарка. А совсем крошечные забайкальцы смогут оленей не только потрогать, но и оседлать. Дарья Юринская, Николай Шинков, ЗАПТ-ТВ